В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В Ненинском округе произошла утечка нефти и других жидкостей. Из-за разгерметизации скважины ЧП произошло на Дюсушевском месторождении, принадлежащей компании «Полярное сияние». По предварительным данным, площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров. Светогор лишили лицензии. Деятельность частного охранного предприятия, чей сотрудник в октябре прошлого года впустил в один из детских садов города, вооруженного ножом злоумышленника, полностью прекращена. В Ненинском округе начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет. Претендовать на государственную поддержку могут семьи, чей доход не превышает величины прожиточного минимума в регионе на одного члена семьи. В Ненинском округе произошла утечка 10 тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины. Об этом стало известно накануне. На место чрезвычайного происшествия вылетели представители Департамента природных ресурсов, экология ПКНАО, Роспотребнадзора и окружной прокуратуры. ЧП случилось на Дюсушевском месторождении, принадлежащей компании «Полярное сияние». По предварительным данным, площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров. Разгерметизированную скважину удалось перекрыть, авария ликвидирована. По предварительным данным, угрозы экологической катастрофы нет. Разливавшаяся жидкость только на 10% состояла из нефти, остальное приходилось на воду и другие примеси. Обстоятельства инцидента выясняются. Мы следим за развитием событий. «Светогор» лишили лицензии. Деятельность частного охранного предприятия, чей сотрудник в октябре прошлого года впустил в один из детских садов города, вооруженного ножом злоумышленника, причинившего смертельное ранение шестилетнему ребенку, полностью прекращена. Соответствующее решение вынес в суд. Первым на поступивший из учреждения сигнал тревоги прибыл экипаж внебедостной охраны войск Национальной гвардии РФ, задержавший подозреваемого и передавший его сотрудникам полиции. В дальнейшем в ходе внеплановой проверки деятельности ЧОПа были выявлены грубые нарушения лицензионных требований, на основании чего региональное управление Росгвардии подало иск об аннулировании его лицензии на осуществление частной охранной деятельности. Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковое заявление. Однако ответчик подал апелляционную жалобу. В результате слушания по делу, состоявшегося в городе Вологде, вынесено определение об оставлении решения без изменений и отказе в удовлетворении жалобы. На основании судебного решения деятельность охранного предприятия полностью прекращена, а его лицензия аннулирована. Заболеваемость COVID-19 в регионе остается на уровне прошедших суток. Зарегистрировано 80 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 58 пациентов. Такие данные на утро 9 июня приводит Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. Лечение в стационарных и амбулаторных условиях проходит 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы 14 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Один пациент с Варандея продолжает лечиться в стационаре Усинской центральной районной больницы. Пять пациентов получают лечение на Харягинском месторождении. На самоизоляции в домашних условиях в Наринмаре и поселке Искателей находится 425 человек, в обсерваторе 10. С начала пандемии снято с контроля 1301 человек, 48 за прошедшие сутки. С начала пандемии в Ненецком округе проведено 3361 исследование на коронавирус, 73 за последние сутки. В Ненецком округе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, в частности масочный режим и необходимость соблюдения физической дистанции, не менее полутора метров. Налоговая служба напоминает о мерах поддержки бизнеса, которые пострадали от коронавирусной инфекции. Одна из таких мер – отсрочка платежей. Мера поддержки бизнеса предоставляется предприятиям и предпринимателям, которые пострадали от коронавируса. При этом она отличается от других мер, так как ее можно получить, не являясь субъектом малого и среднего предпринимательства. Достаточно относиться к пострадавшим отраслям. Получить ее можно по заявлению, образец которого размещен на официальном сайте налоговой службы. Срок, на который предоставляется отсрочка, зависит от того, насколько снизился доход или насколько увеличились убытки за отчетный период по сравнению с предыдущим. Это может быть от 10% до 50%, а срок, соответственно, отсрочки от 3 месяцев до 3 лет. Рекомендуемая форма заявления есть на сайте ФНС России. Там есть все сведения обо всех сейчас мерах поддержки бизнеса в связи с новой коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы узнать, какие еще меры поддержки распространяются на ваш бизнес, необходимо проверить свой основной вид экономической деятельности в едином государственном реестре юрлиц или ИП. Это можно сделать онлайн с помощью сервиса на официальном сайте налоговой службы. Далее проверить, включен ли ваш бизнес в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года и в какую категорию он входит. Затем необходимо ответить на вопросы и узнать, какие меры поддержки распространяются на ваш бизнес. Меры поддержки окружных предпринимателей обсудили в региональном парламенте на заседании Комиссии по экономической политике Собрании депутатов Нинейского округа. В разговоре приняли участие представители малого и среднего бизнеса. В начале заседания Центр развития бизнеса представил информацию по итогам своей работы за 2019 год. В округе создано два кластера. Это туристический регуляционный, который включает в себя уже более 60 участников. И IT-кластер, который включает в себя 15 резидентов. Участники кластера реализовывают совместные проекты. Так, например, в рамках кооперации участников туристического кластера реализуется проект «Сделано в НАУ», куда включено 23 предпринимателя и народных мастеров. Открыто уже три точки реализации продукции с брендом «Сделано в НАУ». Выставки, фестивали и другие мероприятия для привлечения потенциальных инвесторов в регион проходили как на территории округа, так и за его пределами. Кроме того, в рамках развития кластерного направления Ненецкий округ впервые смог принять участие в конкурсе «Умник». Проекты были достаточно интересные. У нас грант «Умник» получает два учащихся. Это проект внедрения и разработка альтернативных биотехнических решений в сфере сельского хозяйства. И второй – разработка технологий обработки заполярных декоросов для дальнейшего использования пищевой промышленности. Кроме того, центр активно привлекает инвестиции. Так, в прошлом году было реализовано сопровождение более 70 проектов. Общая сумма договоров составила порядка 110 миллионов рублей. Был заключен 51 договор микрозайма. Все показатели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» выполнены. Татьяна Лагвиненко, руководитель Департамента экономики, доложила собравшимся о пострадавших отраслях бизнеса во время пандемии коронавируса. На территории округа до сих пор остаются закрытыми сферы развлечения и отдыха, а также творчества и искусства. Из 549 субъектов предпринимательства, зарегистрированных в округе, 2,5% приостановили деятельность или осуществляют ее с ограничениями. Если брать данные статистики, то на сегодня в соответствии с особо пострадавшими, не были пострадавшими у нас отраслями, где мы делаем здесь, я имею в виду макроэкономику, в связи с коронавирусом, попадением цены на них. На первом месте по пострадавшим добыча полезных ископаемых, затем транспортировка и хранение деятельности области культуры и спорта на третьем месте, общественное питание, бытовые услуги, услуги человеческого, культуры и спорта на третьем месте. Оборот организации в марте этого года по сравнению с прошлым сократился более чем на 34%, а в апреле сокращение составило уже 62%. Снижение основное по таким видам экономической деятельности, это добыча полезных ископаемых 68%, транспортировка опять 43%, образование, 74% пунктура спорта, 78%. В связи с падением доходов предпринимателей Департаментом финансов введены меры поддержки, в том числе через Центр поддержки предпринимателей. Нижние ставки по микрозаймам. Страдавшим в трассе мы заявили на 20-й год до 30% и структуризацию действующих микрозаймов. Пока обречения не было, но если будут реструктуризировать микрозаймы, которые приняты в других банках, этот продукт мы тоже спустили. Ставку по микрозаймам бизнес-оборот, сниженному уровню ключевства Центрального банка, и к рефинансированию кредитов, структуризация действующих, то есть у нас есть обращения. К рефинансирование кредитов, которые были в других банках, тоже могут быть. Кроме того, представители бизнеса рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись, в том числе и замер принятых в связи с пандемией коронавируса, и представили свои предложения. В частности, прозвучало предложение собранию депутатов совместно с администрацией округа подготовить предложение для включения субъекта федеральный нацпроект «Туризм», который стартует со следующего года. На самом деле результаты есть. Другое дело, если говорить в денежном выражении, в налоговом выражении, может быть, конечно, это суммы несущественные для округа, и вряд ли федеральца ставила задачу, что там отбить все деньги, которые вложили в мероприятие. Кроме того, прозвучало предложение оказать финансовую помощь за счет бюджета округа наиболее пострадавшим отраслям, в частности, на возмещении части заработной платы работников. А депутат Александр Калыбин предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Центрам развития бизнеса займов под небольшой процент тем предпринимателям, которые хотели бы построить социальное жилье на селе. Ольга Русул, Влад Ткачев, Телеканал «Север». В Ненецком округе начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет. Претендовать на государственную поддержку могут семьи, чей доход не превышает величины прожиточного минимума в регионе на одного члена семьи. Выплата на детей от 3 до 7 лет – новая мера поддержки, появившаяся по инициативе главы государства. Претендовать на ежемесячное получение средств могут семьи Ненецкого округа, в которых доход на одного человека не превышает величины прожиточного минимума за второй квартал прошлого года. Это 20 063 рубля. Все, что нужно сделать родителям для получения данного пособия, подать заявление через портал Госуслуг или МФЦ. Все остальные документы, в том числе и справки об элементах, ведомство запрашивает самостоятельно в рамках электронного взаимодействия. Здесь есть такой нюанс. Если граждане к нам в этом году подавались на перерегистрацию всех наших региональных выплат, значит доходы у нас уже в базе все имеются. В этом случае, располагая непосредственно доходами, которые уже были ранее представлены, это ускоряет процесс назначения выплаты. Если граждане к нам не заявлялись в этом году для продления региональных выплат, то всю информацию в рамках межведомственного взаимодействия мы запрашиваем в электронном виде. И сами понимаете, что поскольку эта система только налаживается, еще не всегда везде быстро приходят ответы, соответственно, немножко увеличивается срок рассмотрения заявления. Решение о выплате пособия принимается в срок не более 20 рабочих дней. В течение 10 рабочих дней – в случае наличия сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. В этот период с потенциальными получателями выплат могут связаться специалисты для уточнения данных. На сегодняшний день от семей Нейнского округа для назначения выплаты в электронном виде поступило более 1100 заявлений. Через МФЦ – порядка 200. Средства получили 139 семей на 184 ребенка. Если деткам на 1 января 2020 года уже исполнилось 3 года, то при подаче заявлений в этом календарном году выплаты начинаются с 1 января 2020 года. Если ребеночку исполняется в этом году 8 лет, у нас идет 7 включительно выплата, то, соответственно, выплаты назначаются с 1 января до момента исполнения ребеночку опять же возраста 8 лет. Размер выплаты составляет 10 556 рублей на одного ребенка. На эти цели региону из федерального бюджета на первое полугодие выделено 65 миллионов рублей. Подать заявление на назначение выплаты в текущем году можно до 31 декабря. Мария Аданик, Антон Водряков, Телеканал «Север». С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок вводит в основной закон страны понятие «федеральных территорий». Авторами поправки стали председатель Домского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крышиненников и председатель комитета по законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас. К таким территориям сенатор предлагал отнести закрытые города, особо охраняемые природные территории и Арктику. На таких территориях предполагалось ввести особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру. Более подробный комментарий эксперта-члена Ассоциации юристов Ненинского округа Николая Кольчишкова. «Поправка в Конституцию Российской Федерации о федеральных территориях с прямым федеральным подчинением не предполагает создание территории со статусом новых субъектов России. В федеральном государстве это может быть территория, находящаяся в прямом подчинении федеральных органов, и данная территория будет обладать особым статусом. Многие могут увязывать эту поправку с изменением статуса существующих субъектов, но это не так. Вопросы создания или преобразования субъектов России регулируются отдельным федеральным законом и внесение понятия федеральных территорий в основной закон страны этих вопросов не касается. Наоборот, в новой редакции Конституции четко закреплено количество субъектов Российской Федерации и их статус неизменен. Создание таких федеральных территорий приведет лишь к тому, что они будут напрямую подчиняться федеральному центру, а не региональным властям. А это значит, что проблемы и возможности этих земель будут всегда на особом счету. Речь идет о территориях, где находятся военные и стратегические объекты, закрытые административно-территориальное образование, особо охраняемые природные территории, а также арктическая зона. К примеру, земли, которые ранее были в ведении Министерства обороны, представляли собой особый интерес и сопровождались пристальным контролем со стороны федерального центра, и инвестиции на развитие этих территорий напрямую выделялись из федерации для специальных проектов и людей, которые в них задействованы. Подобная ситуация складывалась в прибрежном поселке Амдерма во время активного интереса правительства Советского Союза к арктической зоне. Так, например, жители поселения, где с 1956 года по 1993 год базировался истребительный авиационный полк военно-воздушных сил Советского Союза и в то время проживало до 5000 человек, эти люди были полностью обеспечены всем, чего населенные пункты в других регионах ждали месяцами работой, социальной поддержкой, продовольствием и другими товарами. Поэтому, на мой взгляд, эта поправка действительно может стать работающим инструментом по эффективному и целевому развитию арктических территорий. Первые тренировки на воде. Спасатели региональной поисково-спасательной базы Северо-Западного авиационного спасательного центра Росавиации начали плановые тренировки по водно-спасательной подготовке. Они начинаются после освобождения реки ото льда и проводятся ежемесячно. Подробности в материале Марии Даник. Переодевание в специальные костюмы и спуск лодки. На всё уходит порядка 30 минут, после чего – отправление к месту плановой тренировки. Для её проведения выбрана акватория реки Печора. На глубине 16-17 метров спасатели поочерёдно оттачивают мастерство по спасению пострадавших, их транспортировке, оказанию первой помощи, подготовке к эвакуации вертолётами с мест происшествия. Здесь задача такая, достаточно простая – подготовить спасателя к проведению поисково-спасательных работ в море. Для этого выбрали акваторию Печоры, место пошире, чтобы люди чувствовали себя в невидимости береговой черты, находились на какой-то глубине, морально-психологически были готовы остаться в море. Ну и выполнить вот такие действия, введение радиосвязи с вертолётом, имеющимися средствами, значит, подготовка к эвакуации на авиационные плавсредства и дальнейшая подготовка к эвакуации на вертолёт. Данный этап тренировки – это только начало. Дальше спасатели будут отрабатывать эти же элементы уже на большом водоёме с использованием вертолётной техники. Это вот есть такой первоначальный этап подготовки, на котором мы основные элементы отрабатываем, чтобы у нас потом у спасателей как из пазлов сложилось вот это вот выполнение поисково-спасательной операции на воде. То есть в дальнейшем они все выйдут на спуске с вертолёта, где уже совместно с экипажами дежурных поисково-спасательных воздушных судов будут отрабатывать непосредственно эти элементы на крупном водоёме где-то. Тренировки спасателей региональной поисково-спасательной базы Северо-Западного авиационно-спасательного центра Росавиации на воде традиционно проводятся с июня и до конца сентября. Мария Аданик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является официальный дилер «Тойота-центр Архангельск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова